Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт очень вкусной грудки. Это грудка в кляре с копченой паприкой. Копченая паприка придала грудке приятный красноватый цвет и пикантный копченый аромат. Очень-очень вкусно! Сначала грудку надо подготовить. Для этого нарежьте ее на тонкие ломтики. Для маринада вам понадобится всего лишь три ингредиента. Вот такая копченая паприка. Она практически это паприка, но с таким копченым запахом. Понадобится одна столовая ложка. Что такое копченая паприка? Для получения оригинального вкуса и аромата, зрелые красные плоды паприки коптятся над дубовыми дровами и затем перемалываются в порошок. Копченая паприка очень ароматная, пахнет дымком и блюда с ее добавлением получаются также очень ароматными. Итак, в миску насыпаем столовую ложку копченой паприки. По вкусу кладем соль. Я использую мелкую соль, примерно пол чайной ложки. И затем добавляю мед. Меда нужна одна столовая ложка. Чтобы легче было это все перемешать, добавьте примерно одну столовую ложку подсолнечного масла. И теперь все это перемешиваем. Если мед густой, можно добавить немного кипяченой воды. Также добавляем немного уксуса, примерно одну чайную ложку. И все перемешиваем. Получается вот такой густой маринад. Этим маринадом нужно смазать куриную грудку. Для этого перекладываем грудку в тарелку. Сюда же выкладываем маринад. И теперь нужно все хорошо перемешать. Чтобы мясо с обеих сторон покрылось маринадом. Грудку я перемешала с маринадом. И теперь пусть она постоит на столе примерно полчаса. Теперь нужно сделать кляр. В глубокую мисочку положите яйца. Влейте немного воды, примерно 50 миллилитров. И перемешайте. Перемешивая, всыпьте муку, чтобы у вас получилось жидковатое тесто. Продолжая перемешивать, положите паприку. Примерно чайную ложечку. А также посолите. Солите по вкусу. Примерно пол чайной ложки надо будет. И все хорошо перемешайте. Густота все-таки зависит от величины яиц. Может быть у вас яйца крупные или наоборот мелкие. Поэтому нужно смотреть по внешнему виду. И довести до такого состояния, чтобы тесто было примерно вот такое. Чуть гуще, чем на блины. В сковороду налейте масло слоем примерно полсантиметра. Хорошо его разогрейте. Затем возьмите один ломтик мяса. Хорошо окуните в кляр. И затем выложите в сковородку с маслом. Окунь должен быть чуть выше среднего. Жарьте сначала с одной стороны. Когда на нижней стороне образуется румяная корочка, нужно будет перевернуть на другую сторону. Мясо жарьте на умеренном огне без крышки. Как только нижняя сторона немного подрумянится, переверните мясо на другую сторону. Мясо подрумянилось немного. Переверните его на другую сторону. И жарьте с другой стороны. Так надо поскутить дважды. Тогда мясо точно прожарится и не будет подгоревшим. Вторую сторону также жарьте до такого состояния. А затем еще раз переверните. Всё, мясо готово. Можно выкладывать всего на тарелку или на блюдо. Грудка в кляре готова. Благодаря паприке она приобрела такой вот красивый красноватый цвет. Осталось только посмотреть, как грудка выглядит внутри. Режется она очень хорошо. Мясо мягкое-мягкое. Вот, посмотрите. Тоненькое и румяное. А внутри грудка получается очень-очень сочной. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!